Здравствуйте дорогие друзья! Из этого видео вы познакомитесь с поселком Номжа. В 1903 году началось строительство железной дороги. В 1906 году она была построена. Ранее Номжа это был 48 разъезд. Постепенно 48 разъезд стал превращаться в поселок. Строились дома железнодорожников и другие объекты. Все постарались построить дома ближе к железнодорожному полотну. А название станции разъезду так и не было придумано. Из чьей-то легкой руки эту станцию назвали Номжа. Хотя справедливее было бы назвать Пьеза, потому что река Пьеза ближе к поселку. Поселок Номжа был лесным поселком и оставался им довольно долго. Производство ремеслов в той или иной степени было связано с лесом и лесным хозяйством. В годы Великой Отечественной войны на территории Нейского района заготавливались различные продукции для нужд авиастроения. Здесь заготавливали лес, пригодный для производства авиационной фанеры. В начале 50-х население поселка Номжа сильно увеличилось, достигло 800 человек. Появилась некоторая инфраструктура, магазин, столовая, пекарня, клуб, медпункт, детский сад, местная электростанция. Но прошло время, постепенно потребность в авиационной фанере исчезла. С 1958 года по 1962 года была проведена торфяная разведка местных болот. Судьба поселка была предрешена. Залежи прогнозируемого торфа была открыта на 50 лет активной разработки. С 1962 года свое функционирование начало Бельниковское торфопредприятие. Постоянными потребителями торфа являлись сельхозпредприятия Нейского, Парфеневского, Мантуровского, Антроповского районов, Костромовская и Шариинская ТЭЦ, Мантуровский биохимзавод и другие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА